Утро на радиозвезда Светлана Рожкова Человек находится в шоковом состоянии Чаще обращаются люди, не способные самостоятельно справиться с тревогой Либо люди, у которых случаются панические атаки на фоне этой травмы свидетеля Или есть ещё такое понятие, как круги виктимизации Когда человек является свидетелем трагических событий Либо он видит это по телевизору И с ним происходит примерно то же самое, что и с очевидцем В чём специфика работы именно экстренной службы? Основная задача — это стабилизация психоэмоционального состояния Когда помогаешь ему снизить накал эмоций, он сам находит решение А какие работают приёмы? Голос — это наш инструмент Мы можем повышать голос Мы можем говорить достаточно жёстко, чётко, рубленными фразами Если это необходимо Мы можем говорить очень мягко, спокойно Дальше есть такие приёмы, которые работают в любой экстремальной ситуации Заземлитесь Можно громко, можно про себя назвать своё имя, дату рождения Посмотреть, на какой улице находишься Потрогать свою одежду В телефоне доверия — это то же самое Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Где вы сейчас находитесь? То есть, если человек, скажем, говорит очень быстро, возбуждённо Мы вопросами возвращаем его в действительность здесь и сейчас А дальше, исходя из того, какой психотип у человека Дальше очень индивидуально По статистике, примерно 75% людей в своей жизни когда-либо находились в острой фазе кризисных переживаний При этом большинство из них забывает о том, что есть возможность получить психологическую помощь по телефону Ещё раз напомню номер горячей линии Министерства здравоохранения 8-495-637-70-70 10% людей в моей жизни